Всем привет! Вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим о секвои. Все мы про секвои слышали не раз, как на уроках природоведения в школе, так и в повседневной жизни. Но как выглядят на самом деле эти огромные деревья и где они растут, мало кто себе представляет. Не менее удивительно и то, что секвои бывают еще и разных видов. Секвоя – это вечно зеленое дерево, относящиеся к семейству кипарисовые. Во всем мире известны три вида деревьев секвои, два из которых растут в США. Прибрежная секвоя растет на побережье штата Калифорния в США. Гигантская секвоя распространена в регионе Сьерра-Невада. И мета-секвоя, которая растет в Китае. Но только секвоя-дендрон гигантский, широко известен в мире под именем секвоя. Прибрежную же называют красным деревом. Она же редвуд. Именно эти два вида и являются самыми большими деревьями в мире. Прибрежная секвоя – самое высокое дерево, а секвоя-гигантская – самое объемное. Китайская мета-секвоя своими размерами и высотой не может сравниться с этими исполинами. Дерево редвуд встречается только на Техоокеанском побережье в Северной Калифорнии и в штате Орегон. Редвуд по праву считается самым высоким деревом в мире на планете Земля и достигает высоты 115 метров. Толщина ствола достигает 6,5 метров. Попадаются экземпляры секвои Редвуд возрастом от полутора до двух тысяч лет. Другой вид секвои – это секвоя-дендрон гигантский, известный также как гигантское секвоя или мамонтово дерево, произрастающее в западной части Сьерра-Невады в Калифорнии на высоте 1500-2000 метров. Своё название этот вид деревьев получил из-за своих исполинских размеров. И хоть высота их самых высоких деревьев не превышает 95 метров, толщина ствола может достигать 12 метров. Старейший представитель из растущих на сегодняшний день имеет возраст около 3000 лет. В настоящее время сохранилось лишь около 30 рощ гигантских секвой. По некоторым данным период размножения у гигантской секвой начинается по достижении ею возраста около 400 лет. Обязательным сопутствующим фактором того, что секвой отдала потомство является высокая температура. Лесные пожары не приносят существенного вреда взрослым деревьям. Кора секвоя, которая как губка впитывает из воздуха влагу, достаточно устойчива к огню. Однако жар, возникающий при горении лесной подстилки, лучше всего подходит для раскрытия шишек и поводания семян секвой на землю и прорастанию в почве, насыщенной после горения минералами. Кроме того, прореженный пожаром лес дает возможность солнечному свету пробиться сквозь плотную крону деревьев и создает условия для роста молодой секвой. Но есть в мире еще один вид секвой. Мета-секвоя глиптострабовидная, которая растет в провинции Убэй и Сычуан в Китае. Но эти деревья вполне обычного размера. Этот вид секвой находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу. Встречаются они очень редко и только на склонах гор в отдельных районах китайских провинций. То есть обычному туристу недоступны. А вот американские секвой Редвуд и Гаганскую вполне можно посмотреть, как из окна автомобиля, так и совершив пешую прогулку по лесным тропинкам в роще среди величественных деревьев. Конечно, в том случае, если лесная тропинка в США. Самое интересное, что эти деревья американцы обнаружили в 19 веке, а первооткрывателям долго не верили. В 1833 году человек по фамилии Леонард в горах Сьерра-Невады обнаружил рощу стометровых деревьев и написал о них книгу. Книга никого не заинтересовала. Читатели решили, что автор все выдумал. Прошло 20 лет, и в эти места устремились столпы искателей золота. Дауд, один из искателей счастья, погнался за раненым им медведем гризли и уперся в сплошную деревянную стену. Это был не забор, построенный людьми, а огромная деревянная крепость, выращенная природой. Охотник вернулся и рассказал о поразительной находке. Его высмеяли. Тогда Дауд скитрил. Он сказал, что убил медведя размером с большой дом. Тут уж все бегом припустились в лес и увидели рощу секвой. Люди в немом изумлении стояли перед гигантами, рядом с которыми они казались меньше муравьев. С этого времени в существование сверхгигантских деревьев поверила вся Америка, и все устремились на поиски секвой. Всего было найдено 72 рощи, и каждое дерево в них получило собственное имя. Старый холостяк, три сестры, хижина рудокопа. Есть даже секвое, носящее имя писателя Марка Твена. Предприимчивые дельцы купили эти рощи и за деньги пускали туда туристов. Но в самом деле, где еще можно увидеть туннель, прорезанный в стволе, куда свободно проезжает конный экипаж? К сожалению, эти пни и туннели сделали люди специально, чтобы показать, как велики секвой, и заработать на этом немалые деньги. Счастье хоть в том, что гиганты чрезвычайно живучи. Их можно изувечить, но убить очень трудно. И главное, зачем? Сейчас самая древняя секвой гигантская произрастает в США вдоль побережья Тихого океана на полосе протяженностью около 750 километров и шириной от 8 до 75 километров от Калифорнии до юго-западного Орегона. Также секвой выращивается в канадской провинции Британская Колумбия, на юго-востоке США от Восточного Техаса до Мэриленда, на Гавайях, в Новой Зеландии, Великобритании, Италии, Португалии, ЮАР и Мексике. Средние высоты 30-750 метров над уровнем моря. Иногда деревья растут у самого берега, иногда взбираются на высоту до 900 метров. Секвой любит влажность, которую приносит с собой морской воздух. Высочайшие и старейшие деревья растут в ущельях и глубоких оврагах, куда круглый год могут добираться потоки влажного воздуха и где регулярно случаются туманы. Деревья, растущие выше слоя тумана выше 700 метров, ниже и меньше из-за более сухих ветреных и прохладных условий произрастания. А вот усилиями наших ученых по акклиматизации секвой не сразу дали обнадеживающие результаты. Только после долголетних экспериментов она стала расти в парках Крыма, Кавказа, на юге Средней Азии и в Закарпатье. Установлено, что в наших условиях она может переносить морозы не более 20 градусов. Семена, полученные от наших секвой, всходили плохо и только после применения искусственного опыления, предложенного советскими мичуринцами, удалось повысить их всхожесть до 60%. Хорошо освоено вегетативное размножение секвой черенками или прививками. Пионерами акклиматизации деревьев-гигантов в нашей стране явились ученые-ботаники из Никитского ботанического сада. Секвой здесь выращивается с 1850 года. Именно в Никитском саду находится самый старый в Европе экземпляр секвой гигантской, а во многих парках Южного Крыма и Черноморского побережья Кавказа она стала теперь почти обязательным деревом. Высота отдельных ее экземпляров в парке села Фрунзенская в Крыму в Батумском ботаническом саду, на Зеленом мысе и в других местах превышает 50 метров. А вот качество древесины секвой меняется и в пределах одного ствола и в зависимости от места произрастания. Плотная, легкая, биостойкая древесина секвой нашла себе применение в качестве столярного и строительного материала. Она идет на производство шпал, железнодорожных вагонов, телеграфных столбов, черепицы и бумаги. Ее также используют в пищевой и табачной промышленности, благодаря тому, что она не имеет запаха. Так в ящиках и коробках хранят и транспортируют табак и сигареты, а в бочках патоку и мед. Секвой выращивают не только в лесных хозяйствах из-за ее прекрасной древесины, но и как декоративное растение, которое очень быстро растет и крепнет. Еще секвой широко используется в мебельном производстве, а также ее древесина применяется при строительстве подводных сооружений. Древесина секвой вечнозеленой имеет высокую прочность, она долго не гниет и выдерживает поперечные нагрузки, вследствие чего пригодна для разнообразных целей, среди которых распиловка. Древесина секвой гигантской более легкая и хрупкая, поэтому не применяется в качестве пиломатериалов. Обработать такую древесину довольно легко, однако из-за мягкости и возможного расщепления во время сверления и фасонной фрезеровки, а также строгания и профилирования, работы нужно проводить с большей осторожностью. Хочется верить, что люди действительно пришли к тому, что выращивают исполина для своих нужд. Они берут по старинке из запасов дикой природы, которые не бесконечны. Надо сказать, что новые деревья появляются очень редко, но с другой стороны никто не видел, как секвой умирают от старости. Именно об этом писал Росс, главный лесничий национального парка секвой в Калифорнии. Еще никто не видел гигантскую секвою, умирающую по старости. Те же стволы, которые покоятся на земле, упали не из-за возраста, а по причине стихийного бедствия. Секвоя – это дерево-герой, одно из самых высоких и древних деревьев на нашей планете. Его размеры шокируют, меняют представление о деревьях, к которым мы привыкли в кукольных городах. И это ощущение себя микроскопическим не покинет вас еще долгое время. Оно явно не помещается в рамки восприятия современного человека, которое обычно равнозначное размеру собственного телефона. И то, если экран чуть больше, глаза разъезжаются в разные стороны. И ни в какое сравнение нельзя сопоставить загадочный исполинский, живой организм, доживший до наших дней. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.